здравствуйте меня зовут мордечка дмитрий сергеевич я врач терапевт ветеринарной клиники катана и филиала города мурманск сегодня я хотел бы вам рассказать о хронической болезни почек поговорим о кошках начнем патологии почек у мелких домашних животных широко распространены во всем мире особенно им подвержены кошки заболевания почек у них диагностируются настолько часто что иногда они считаются едва ли не нормальным состоянием для стареющих животных это обусловлено и особенностями их эволюции как биологического вида некоторыми анатомическими физиологическими особенностями в частности достаточно упомянуть что каждая почка кошек содержит порядка 140 тысяч нефронов нефрон это основная структурно-функциональная единица почек которая собственно и осуществляет фильтрацию крови и образование мочи и соответственно от количества нефронов зависит функция органа для сравнения у кошек их как я уже сказал порядка 190 тысяч каждая почка собак содержит порядка 400 тысяч нефронов а каждая почка человека содержит около 1 миллиона нефронов уже только из этого следует что следует вывод что у почек кошек несколько ниже компенсаторные потенциалы так сказать за запас прочности чем с представителями других видов регенерация нефронов невозможно если по какой-то причине происходит его разрушение и гибель он замещается соединительной тканью помимо того что гибель нефронов могут вызывать различные заболевания патологические состояния происходит их разрушение гибель еще и по физиологическим причинам с возрастом то есть обычный физиологический износ так примеру у человека к 80 годам на фоне условного общего здоровья происходит утрата порядка 40 процентов нефронов то есть они погибают просто из-за износа эти данные могут быть актуальны и для кошек согласно статистическим данным каждая третья кошка в возрасте старше 7 лет имеет хронические заболевания почек причем уже как правило в стадию азотомии когда повышается креатинин что указывает на утрату порядка 70 процентов функций органов согласно другим данным порядка 80 процентов от общей популяции кошек страдают острыми или хроническими заболеваниями почек эти данные могут даже быть выше это связано с тем что мы часто не диагностируем эти проблемы на ранней стадии из-за того что просто отсутствуют симптомы и владельцы не обращаются к нам следует упомянуть что несмотря на распространенность патологии почек не все из них приводят неотвратимо приводит к почечной недостаточности время и и часто не могут даже не ограничивать продолжительной жизни хроническая болезнь почек это неотвратимо прогрессирующие продолжающиеся в течение не менее трех месяцев нарушение их функции это надзо логическое и синдромное понятие исход большинства длительно протекающих нефропатии хроническая болезнь почек это не на лазни мне нозологический диагноз это термин термин объединяет все длительно протекающие патологии почек которые сопровождаются снижением их функции основой снижения функции почки является гибель нефронов как я уже говорил выше регенерация восстановление которых невозможно поэтому если какое-то количество нефронов погибает их место занимает инертная соединительная ткань которые не способны выполнять никакую функцию соответственно вся нагрузка всю нагрузку принимают на себя оставшиеся нефроны происходит их компенсаторная гипертрофия то есть они принимают себя нагрузку чрезмерную на первых этапах когда погибло еще небольшое не очень значительное количество нефронов компенсаторная гипертрофия гиперфильтрация здоровых нефронов позволяет полностью компенсировать снижение их количества и позволяет сохранять функцию органа очень долго именно поэтому отсутствуют симптомы на ранних стадиях заболевания повышенная нагрузка на здоровые нефроны позволяет полностью компенсировать недостаток и как я уже сказал выше но это приводит к их слишком быстрому повышенному износу и в конечном итоге такой нефрон тоже погибает при этом чем меньше остается нефронов чем еще большая нагрузка на них приходится и тем быстрее не выходят из строя именно этим объясняется что первая вторая стадии хронической болезни почек при первой второй стадии ожидаемой продолжительной жизни может составлять многие годы и она вовсе может быть не ограничено и наличие первой стадии не означает что она непременно закончится состоянием урмии и летальным исходом как правило на третьей и четвертой стадии когда рабочих нефронов остается порядка 10-15 процентов или меньше ожидаемая продолжительной жизни может исчисляться неделями причин развития хронических заболеваний почек множество это и артериальная гипертензия и различные токсические воздействия на почки кошки как известно существа космические и чрезвычайно чувствительны к любым химикатам к токсическим веществам сильнодействующим это могут быть соли тяжелых металлов футиленгликоль щавелевые оборные кислоты бензин фенол различные ароматические соединения ну и что характерно именно для кошек это воздействие растений семейства лилейных их поедания даже небольшом количестве что вызывает острое повреждение почек которая исходом которого является хроническая болезнь почек то есть снижение их функции продолжительно также хроническое заболевание почек может провоцировать лекарственное поражение почек это применение так называемых нефротоксичных препаратов это могут быть антибактериальные препараты нестероидные противовоспалительные и ряд других также к повреждению почек могут приводить воспалительные заболевания почной паренхимы это и нефриты гламерол и нефриты интерстициальные нефриты инфекция такая как пиелонефрит инфекции нижних мочеводящих путей обструктивная уропатия обусловленная нарушением оттока мочи то есть это всем известные наши не писающие котики нарушение оттока мочи продолжительностью в течение двух-трех суток может приводить к острому повреждению почек которые в перспективе буквально суток адекватная интенсивная терапия может полностью разрешиться и креатинин приходит в норму но исходом такого состояния может стать хроническое заболевание почек которая проявится через многие многие годы также это могут быть наследственные патологии такие как нарушение обмена веществ сахарный диабет гипертиреоз амилоидоз это может быть также всем известный поликистоз почек которая сопровождается формированием полостей в почках которые с возрастом постепенно увеличиваются и это увеличение сдавливает окружающую почечную паренхину паренхимы вызывает ее дегенерацию с нефроны тоже погибают причины крайне разнообразные их много но все они вызывают гибель нефронов их склероз дальнейший фиброз и компенсаторную гипертрофию оставшихся клеток и теологию хронического заболевания почек бывает установить трудной и правило на последних стадиях на 3 4 невозможно ну и на самом деле это не очень нужно выявление точного нозологического диагноза что возможно только путем гистопатологии то есть игольной биопсии паренхимы почек то является инвазивным методом диагностики и требует анестезии соответственно может иметь редко но осложнение постановка точного нозологического диагноза имеет значение в первую очередь на первой стадии хронического заболевания почек когда функция может быть снижена еще незначительно и постановка точного диагноза может позволить нам устранить причину и либо полностью прекратить дальнейшее повреждение почек либо значительно его замедлить международным обществом изучения заболеваний почек определены четыре стадии хронического заболевания на основании уровня азотемии сейчас рекомендуется измерять при стадировании патологического процесса уровень креатинина и с дыма симметричного диметиларгинина на чем следует остановиться это на том что уровень креатинина начинает повышаться тогда когда утрачено уже порядка 70 процентов функции органа это очень много с дыма это несколько инновационный биомаркер функции почек он начинает он чувствителен к повреждению 20 25 процентов нефронов соответственно снижение функции почек вот всего как я уже сказал стадии 4 мы поговорим только первое на самое важное для нас и для наших пациентов для первой стадии хронического заболевания почек характерен уровень креатинина до 140 миллимоль на литр это очень важно потому что в референтные референсные интервалы большинства лабораторий включая лабораторию нашей клиники они больше получая бланк с результатами анализов в нашей клинике вы можете видеть у своего питомца что все показатели в норме уровень креатинина может быть 160 и он действительно входит в норму для лаборатории верхней границы в нашей лаборатории является 170 и уровень креатинина 160 не может не являться нормой для вашего питомца и выявление повышения более 140 миллимоль на литр требует более детального обследования что может позволить именно осуществить раннюю диагностику факторами риска быстрого прогрессирования хронического хронических болезней почки является протеинурия артериальная гипертензия гипергликемия гиперлипидомия анемия и это как раз таки все отклонения на которые мы можем повлиять клиническая картина зависит от тяжести основного заболевания как правило ранние стадии первая стадия является доклинической и не азотемическая то есть какие-либо симптомы отсутствуют постановка диагноза может быть осуществлена только путем диагностики целенаправленной либо профилактического обследования как правило с нарастанием почной дисфункции владельцы могут отмечать снижение аппетита питомца снижение общей активности общую слабость как правило такие кошки постоянно спят они спят мало кушают сначала очень медленно а потом стремительно теряют массу тела также очень часто симптомы определяются артериальной гипертензии это симптомы нарушения работы центральной нервной системы это могут быть нарушение координации движений общая слабость и к сожалению иногда владельцы обращаются уже с наступившей внезапно слепотой что становится первым замеченным симптомом заболевания почек симптомы как правило проявляются ярко и могут быть достаточно специфичными уже на 3 4 стадии когда может быть потеряна до 90 процентов функция почек и в таких случаях даже постановка диагноза она сильно мы сильно ограничены в возможностях оказания помощи очень часто владельцы обращаются к нам уже жалобами на то что питомец не кушает несколько недель как правило пациент к этому моменту находится в состоянии истощения тяжелого обезвоживания анемии артериальной гипертензии и уремии и помочь в такой ситуации практически невозможно речь можно вести только повышение качества жизни незначительном ее продлении нередко это заканчивается эвтаназии самая главная проблема ветеринарной нефрологии это выявление хронических заболеваний почек на поздних стадиях когда структура почек уже практически полностью разрушена и возможности терапии крайне ограничены или их просто нет поэтому самое главное самый главный вывод из всего вышел сказать вышесказанного это заключается в том что мы должны стремиться к выявлению хронических проблем у пожилых кошек на как можно более ранней стадии и ранняя диагностика крайне важно диагностика хронических болезней почек основывается на выявлении я них уже упоминал выше маркеров почечная дисфункция это снижение плотности мочи это протеинурия то есть появление белка в моче это азотемия и отклонение которое мы можем выявить при визуально визуальной диагностике лечение хронических болезней почек подбирается для каждого пациента индивидуально она определяется стадии заболевания наличием сопутствующих проблем поскольку мы имеем дело как правило с пожилыми пациентами и лечим не почки а лечим пациента жилого пациента которого к моменту обращения к врачу может накопиться огромное количество сопутствующих проблем и все мы это должны учитывать лечение должно корректироваться в зависимости от его эффективности а пациент находиться под регулярным наблюдением поскольку состояние его будет чаще всего неотвратимо ухудшаться мы должны успеть отреагировать на эти изменения в организме чтобы ему помочь обязательно пациента должны должен определяться уровень артериального давления и уровень протеинурии только регулярное обследование клинически здоровых кошек которые мы рекомендуем начинать с возраста 5 примерно 7 лет только регулярное обследование может позволить выявить проблемы любые хронические проблемы в том числе проблемы с почками на той стадии когда мы можем эффективно помочь как правило в стандартные диспансеризации стандартные скрининг входит общие клинические биохимические анализы крови узи органов брюшной полости анализ мочи уже эти исследования позволяют выявить любые имеющиеся отклонения и далее может последовать уже более детальная диагностика с целью установки точного диагноза главный вывод из всего этого опять же повторюсь мы диагностируем хроническое заболевание почек и начинаем лечение слишком поздно как правило если появились симптомы уже поздно поэтому я призываю всех обследовать своих пожилых кошек это чрезвычайно важно на этом у меня все пожалуйста если есть вопросы у кого-то задавайте пожалуйста в комментариях спасибо